всем доброе утро я немножко сегодня с опоздания вышла эфир девочки телефон поймал обновление так неожиданно разволновалась что ж не будем так долго затягивать время всем доброе утро еще разок девочки меня зовут гайдаш она я инструктор по маникюру и базовым программам опыт работы уже более 10 лет поэтому у меня есть чем с вами поделиться и тема сегодняшнего нашего эфира это френч покрыть вообще нюансы с френч покрытия и выполнением френча я конечно хотела сделать опросник чтобы вы накидали своих вопросиков но заработалась честно не успела поэтому если у вас есть какие-то конкретные сложности затыки с френча что-то не получается например может мне писать я постараюсь в эфире на все эти вопросы обязательно ответить френч у нас как бы самое такое одно из распространенных покрытий можно сказать классика то базового покрытия потому что раньше цветами там или лаками особо не покрывали либо рисовали какие-то рисунки либо чаще всего делали френч самое такое нейтральное яркая подходит для делового стиля на каждый день и так далее не собственно говоря поэтому кончитается классика на историю френча кто мастера интересуются глубоко интересуются своей профессии очень много всяких исторических фактов читали и и френча создал на самом деле к пюре которым вернее этот мастер скажем так который работал с пюре и у него была задача чтобы маникюр подходим под любой образ и вот так собственно говоря было создано френч покрытие но сейчас уже френч у нас очень разнообразный новый выкладной очень много вариаций френча и до сих пор до сих пор это покрытие вызывает у мастеров прямо некоторых у одних любовь колоссальную у других у божьего все что угодно только не френч да потому что почему-то сложности с выполнением там с покрытием вот я постараюсь на эфире раскрыть три основные моменты но девочки сразу хочу вам сказать если у вас вот есть какой-то затык в чем-то будь то френч на тонкие линии что-то еще в чем-то у вас затык вот какая-то прям идите туда берите и отрабатываете техник нанесения очень много техник прорисовки этого самого френча тоже очень много там кто-то рисует прям по схеме расчерчивает кто-то рисует по по окружности там полуны до полуны и так далее техник много все они принципе рабочие всеми классно но для того чтобы научиться делать френч его просто тупо надо взять и отрабатывать раз за разом не так что раз в месяц а прямо не знаю сделала акцию на френч в этом месяце всем 30 процентов скидка на френч все и клиентов замотивировала да и сама начинаешь отрисовывать отрабатывать этот френч на руках тренироваться на типсах это конечно классно с нами сегодня кстати в эфире будет валерий вот такой вот мой помощник вот тренироваться на типсах это здорово но на клиентах совсем по-другому потому что у клиентов разная ногтевая пластина разные боковые валики и казалось бы на типсах там я супер-купер быстро все тренировала начинаю рисовать на клиенте и получается полный трэш поэтому лучше тренируйтесь на клиентах я же говорю хотите отрисовать сделайте акции все сейчас я переворачиваю камеру сосредоточимся на нашем валерии и начнем рисовать небольшие технические моменты так напишите пожалуйста видно ли все ли хорошо видно надо приближать не надо приближать у меня купила штатив классный он классный купила на вайлка рисунок классно потому что предыдущий сломала вот но минус этого штатива в том что держатель закрывает мне экраны получается я вижу только пол экрана поэтому ваши комментарии вижу самое главное буду на них ориентироваться спасибо большое да макияж макияж вот такой у меня сегодня помощник валерий чему валерий потому что это один пальчик я его решила назвать валериям классно кстати тренировочный пальчик вот девчонки кто у кого сложности с поиском моделей пожалуйста можно взять вот такой пальчик плохо слышно что именно девчат напишите трещит репит я без микрофона может быть у меня работает сейчас сухожар думаю что сильно забивает звук сейчас попытаюсь микрофон чтоб вам было лучше слышно меня и так постараюсь вам показать несколько форм потому что допустим прорисовка френча на том же квадрате либо овале стилете но может немножко отличаться по своей сложности скажем так для того чтобы прорисовать френч качественно девочки нам нужны в первую очередь хорошие материалы и я сейчас говорю не за гель-лак либо за базу я сейчас говорю за краску потому что рисовать френч мы будем краской потому что краска более пигментированная краска не так растекается и ею гораздо комфортнее и ровнее у вас будет гораздо комфортнее прорисовка и ровнее будет покрытие когда вы работаете краской кажется что там видно вот это вот след от киточки след от ворсинок как вроде какие-то бороздки на краске но на самом деле любая гель-краска после полимеризации она выравнивается мы будем с вами работать гель-краской альпийский снег это гель-краска с липкостью не путайте пожалуйста с м-пастой м-паста эта краска без липкости для френча она нам не подходит нам нужна гель-краска именно с липкостью в общем мы будем рисовать сегодня альпийским снегом я уже работаю этой гель-краской девочки очень давно и могу вам сказать вот честно положа руку на сердце ну ничего у моих клиентов не скалывается не откалывается и когда я часто встречаю комментарии что вот ничего не пойму альпийский снег скололся или почему так произошло давайте с вами сейчас разберем первая краска пигментированная поэтому очень важно ее хорошо просушить какая бы у вас там мощность не было чтобы там на лампе не писали пожалуйста просушивайте две минуты мы все равно как бы по очереди дан верным методом мы сушим пальчик клиента если вы уже опытный мастер рисуете быстро и вы как сказать понимаете что вот один пальчик я прорисовала да и даже если я начну рисовать остальные пальчики то я не смажу этот то можно рисовать не по пальцу допустим два-три пальца сразу но я все равно не рекомендую так делать вы особо не выиграете в скорости а вероятность того что где-то клиент дернет пальцем и вы смотрите френч очень велика лучше все-таки рисовать один пальчик нарисовать души один пальчик арестовали просушили вот мы просушиваем промежуточно и потом обязательно еще досушивайте минут так у вас получится в общей сложности где-то две минуты просушки это важно конечно же обязательно следите за мощность не за свежестью свои лампы то есть если ваша лампа так подустала у любой лампы есть ресурс девочки и он изнашивается то что она горит это не значит что она там будет еще сушить знаете лампа должна быть прям рабочая хорошая это тоже один из таких важных аспектов потому что если ваша лампа будет слабая то она не только краску не будет просушивать она принципе и гель не сможет нормально просушить эту же базу и начнутся скол сломы поэтому следим за мощь за свежестью лампы следим за тем чтобы гель краса хорошо прослит просохла минимум две минуты обязательно вообще я когда я рисую френчат по своему опыту да скажу я не снимаю липкий слой с базы я выполнила легкое выравнивание если не нужно то есть все нормально так вот а если клиент ничего не смазал покрытие ровно и мне не нужно выполнять поверхностный опил то я стараюсь лишний раз не снимать дисперсию и в принципе краска нормально себя ведет она не растекается честно по дисперсии плюс дисперсионный слой он позволяет как бы усилить цепку и френч держится хорошо но если даже так произошло что вы убрали дисперсию или вам некомфортно рисовать по дисперсии вам кажется что краска плывет бывает такое когда мы рисуем да по липкому дисперсионному слою как будто бы краска начинает подтекать вот если вы такое ощущаете и вам хочется снять липкость ничего страшного снимите липкость но возьмите мягкий баф и немножечко сделайте поверхность шершавой чтобы ваш френч хорошо закрепился до зафиксировался на поверхности и тогда никаких сколов не будет альпийский снег прекрасно носится и очень легко в один слой нарисовать френч надо там ничего два раза или три раза дублировать в один слой она прекрасно ложится и прекрасно носится сегодня я вам в эфире покажу рисовать френч можно как просто тонкой кисточкой либо линярочкой либо ну это тоже линярочка но это белая синтетика есть черная синтетика она чуть-чуть подлиннее ворс просто видите имеет вообще вообще для френча конечно рекомендовала более длинный ворс если вы привыкли если вам комфортнее рисовать тонкой кистью потому что чем длиннее ворс тему удобнее проводить прямую ровную линию или же можно рисовать френч скошенной кистью скошенный квадрат у меня это четверочка самая такая оптимальная оптимальный размер оптимальная ширина есть шестерка но мне она великовато потому что допустим на мизинчике бывает что шестерка прям перекрывает все и мне неудобно рисовать поэтому я предпочитаю четверку и вам рекомендую брать четверку в работу точно не пожалеете так вот когда лучше рисовать вот такой скошенной кистью а когда тонкой большая часть френч конечно раньше вот честно quarto из-таки раньше рисовала почти весь френч скошенной кистью мне так было удобно-путым решила такая сапа экспериментировать попробовать и решила попробовать рисовать френ счастование тонкая кистью и могу сказать вам что если у клиента небольшой то есть маленький вот маленькая улыбочка будет есть небольшая длина и она хочет маленький какой френч вот маленький френч лучше рисовать тоненько просто удобно а если же у клиента хорошая длина прости валерий эти вырву нового то если у клиента вот хорошая длина к примеру и на такую длину клиент хочет френч то здесь удобнее рисовать скошеный просто потому что вы сразу заполните больше поверхности вот и все так я вам покажу на эфире несколько вариантов несколько способов покрытия прорисовки френча я же говорю дичат ну вот нет прям супер универсального который прям ну вообще идеально подойдет всем каждый мастер в любом случае находит для себя самым идеальную технику и еще и там привносит знаете что-то свое в процессе работы по ходу работы поэтому пробуйте экспериментируйте пробуйте разные способы и поверьте вы обязательно найдете тот свой идеальный вариант так ну как напишите мне пожалуйста как меня слышно сейчас я сейчас подключила микрофон очень жду вашей обратной связи как меня слышно вот так лучше хорошо возможно возможно девчонки же поменяла штатив и немножко не могу еще приноровиться ну что ж хватит болтать давайте уже начнем с вами преображать наша валерия так я взяла для в качестве основы я взяла 14 камуфляж бейс гель номер 14 мне очень нравится он вот с таким вот легким шиммером на камера не передает все таки в общем он с легким таким шиммером очень классный настолько знаете вот натуральный для тех клиентов которые прям любят натуральность натуральность имеют среднюю пигментацию то есть не супер плотный но и непрозрачный идеальный для фронта честно сейчас с вами в эфире первый раз пробу этот пальчик ну прям аж самой любопытно выполняем выравнивание если вы выполняли наращивание то понятно подготавливаете ноготь к покрытию опиливаете придаете форму я типсу не опиливала сейчас на этом ногте вот какая нашла такое по работам небольшая зазубринка на кончике но я думаю сейчас базой выровняю и тогда уже все сразу опилю мутновато покрытие сейчас девчонки видите а ну-ка может так дальше убрала близко сильно было так стандартная подготовка подготовили ноготь нанесли капельку распределили от кутикулы и плавненько стянули материал здесь ничего такого новенького у нас нету видите валерия можно даже вот так вот перевернуть и сцентровать вообще просто идеальный идеальный мужчина так сказать когда вы подбираете камуфляж сейчас конечно вот девчонки я смотрю очень многие не ориентируются да там на цвет кожи подбор камуфляжа под кожу и так далее но потому что сейчас очень большой выбор цветов на самом деле есть и розовые и фиолетовые синие то сейчас только камуфляжей что это разгуляйся душа любимая просушу нашего валерочка раньше когда в основном были бежевые розовые то есть на это небольшой выбор оттенков то мы старались подбирать камуфляж под цвет кожи чтобы минимально при отрастании был виден френч покрытие и так далее сейчас можно не особо ориентироваться на эти советы скажем так но если клиент все-таки хочет прямо знаете бывают такие девочки которые говорят ой нет а я не знаю я уезжаю надолго до или не смогу к тебе через три недели прийти и мне надо чтоб вот минимально было видно отрастание вот если задача вот такая чтобы минимально было видно отрастание то тогда старайтесь подбирать цвет камуфляжа под цвет примерно кожи клиента чтобы действительно не была видна вот эта вот граница при отрастании если такой задачи нет то вообще можно рисовать какой угодно френч хоть на ярком очень классно сейчас смотрится какой-нибудь яркий камуфляж синий желтый красный очень много сейчас цветных вариаций бас неоновые пастельные и френч тоже ярко красиво смотрится итак мы выполнили выравнивание теперь приступаем к прорисовке френча я вам рекомендую никогда не берите пожалуйста вот краску вот таким образом как вы знаете открыли поставили и прям туда кисточкой лазим она также имеет свойство сполимеризоваться особенно если у вас окно недалеко до попадают прямые солнечные лучи лучше переложите краску на какую-нибудь любую палитру девчонки ну вот я сейчас держу вот у меня четкость есть честно вам скажу я четко вижу свой экран может быть что-то с интернет конечно соединением но я в камере сейчас все четко из баночки я переношу краску на палитру и уже работают литры так у нас с вами здесь у валерчика квадрат поэтому будем прорисовывать френч с квадрата в идеале смотрите не нужно слишком сильно делать его широким то есть в идеале френч у нас должен быть так вот как длина свободного края до натурального клиента бывает такое что клиенты просят гораздо тоньше френч либо гораздо толще но на самом деле тоньше еще ничего а если вот толще чем свой свободный край это может смотреться немного грубовато в любом случае при работе с клиентом всегда ориентируйтесь на пожелания клиента есть клиенты которые любят очень высоко усики подымать да есть которые любят вот узкий френч то есть мы всегда с клиентом ведем диалог а что ты хочешь ты хочешь здесь поглубже френч повыше усики или как тебе больше нравится если же клиент ничего не знает ну тогда работаем по стандартной схеме так скажем классической то есть не шире своего свободного края в идеале высота усиков у нас должна быть там где идут точки в роста клиента ну к примеру предположим что у нашего валерчика вот здесь вот . в роста да и вот здесь вот . в роста вот в этих местах у нас идут точки в роста я поняла вот теряется фокус и мы должны опустить усики френча от этих точек роста это как сказать будет такое идеальное построение френча для того чтобы нарисовать наш френч ровно я рекомендую вас если допустим вас вот тяжело бывает некоторым девчонкам ну тяжело с глазомером на не не могу еще не вижу середину тогда не торопитесь раз чертите себе хотя бы примерно поставили серединку поставили один усик высоту усика и старайтесь очень важно чтобы вот так что же такое вот чтобы высота усиков было на одной линии аккуратненько перевернуть пальчик и также поставили высоту усиков чтобы было все на одной линии после этого начинаем опускать наши усики я буду рисовать тонкой кисточкой смочили хорошенечко ворс но много краски не набирайте чуть-чуть краска пигментированная краска хорошо ложится и из одной точки в роста опускаем прямую линию просто вниз ничего мы сейчас никуда не рисуем просто опустили прямую линию вниз повернули палец клиента и с другой стороны точно также опустили прямую линию вниз как бы сделали контур после того как вы опустили боковушечки сделали контур по торцу все вот наша серединка мы ее наметили и теперь мочи в кисть от верхней точки нашего усика проводим еще один полукруглый контур намечаем наш french видите его сейчас не заполняю я его намечаю для чего я так делаю если вдруг клиент захочет потолще либо по ужасам french либо где-то вы увидите что не на дрогнула рука вы немножко скосили гораздо проще убрать остатки контура чем вы уже прорисуете весь french заполните его да а потом начнете его исправлять поэтому вот таким образом прорисовали скелет контур посоветовали с клиентом нравится не нравится высота усиков глубина улыбки там форма и так далее пенга все ок мне все нравится вы перевернули обязательно пальчик клиента проверили ровность улыбки и после того как по всем этим параметрам вас все устраивает вы можете приступить к заполнению френча заполняем наш френч я также заполняю тонкой кисточкой девочки потому что здесь небольшая длина мне здесь не нужна скошенная тонкая вполне справится набираю немного краски и равномерно прокрашиваю линию улыбки обратите внимание на то как я веду кисть как я ее держу если мне нужно прокрасить в эту сторону вот моя ручка кисти я и веду сторону ручки против шерсти никогда не ведите кисть иначе будет раскрываться ворс и естественно линия будет неровная краска ложится хорошо сама выравнивается даже если вам кажется что где то есть какая-то прожилка от ворса дайте ей время разравняться подправьте аккуратно сильно не продавливайте тоже частая ошибка когда девчонки берут кисти прям очень сильно вот так вот начинают продавлять это я все равно продавливаю видите но она не процарапывается прям до базы любом случае остается белая улыбочка слишком не продавливаем выравниваем по поверхности вот как мы делаем покрытие гель-лака мы же стараемся не продавить кистью да мы стараемся равномерно нанести цвет как бы выглаживая его по поверхности тут то же самое вы равномерно наносите краску выглаживая ее по поверхности и в один слой у нас прекрасно прорисовался френч ничего не надо дублировать всегда переворачивайте палец клиента к себе вот таким вот образом и проверяйте ровность френча ровность самой улыбки так не вижу экран девочки тут меня все устраивает мы сейчас этот вариант подсушим и я вам покажу еще вариант если допустим произошло такое что вы с косячили дрогнула рука с косячили как бы что делать можно полностью конечно вытереть french и перерисовать его но есть вариант когда мы можем аккуратненько его подправить особенно бывает такое когда очень долго рисовал френч ну и так обидно да ну не хочется же все вытирать и перерисовывать пока наш валерчик сушаются это мне попалась так ладно давайте тогда может возьмем что возьмем возьмем другой камуфляж порисуем то было более прям ярко видно наши линии улыбки я возьму вот такой вот вини это у нас 0 петровый цвет мятный зеленый бирюзовый у каждого по-разному этот цвет видится но как раз у нас идет летом и такие яркие варианты хорошо смотрятся вот и он даже гнется класс классический вариант френча бежевая основа белая улыбочка кстати если вдруг допустим просит у вас клиент french скажите мне я скажу яркие то есть вот ну не белые яркие у вас краски примеру нету когда я уже начале сказала лучше всего рисовать краской потому что она просто гуще и не растекает а то есть нам удобнее и комфортнее рисовать но если такой вариант что нет краски клиент просит яркий french есть только гель-лак смотрите старайтесь подбирать гель-лаки которые максимально пигментированные то есть максимально такие плотные если ваш гель-лак немножко полупрозрачный с прозрачностью с такой не берите его пожалуйста для прорисовки френча будете вы его рисовать и такой french очень долго и очень мучительно и скорее всего придется его дублировать чтоб сам френч стал понасыщенней а добавление каждого нового слоя сделает вот эту область более толстой знаете когда получается вроде все ровно все нормально french нарисовали топом покрыли и ноготь такой раз лопатка получается в конце вот старайтесь избегать наслоения френча лучше рисовать его в один слой с первого раза если же у вас форма квадрат вот здесь я конечно не подпилила типсу изначально ну так как это типса не особо заметно если у вас форма квадрат у клиента и клиент любит прямо найти такой четкий яркий квадрат с острыми углами то старайтесь прежде чем приступить к прорисовке френча я ставлю новый наш образец прежде чем просто приступить к рисовке френча старайтесь чуть-чуть на пару миллиметров сузить вот эти боковые параллели когда вы прорисуете френч добавится толщина и по итогу у вас получится красивый ровный четкий квадрат то есть при апеле мы немножечко заужаем боковые параллели тем самым задаем вот этот вот запас глубины для прорисовки нашего френча здесь у меня типса формы балеринка наверно пальчик прикольный кому вот кто любит тренироваться так сказать в отсутствие клиентов пожалуйста тренировочный пальчик на помощь сейчас я быстренько сделаю выравнивание тренинг смотрите девочки когда выравниваете гир лаковый материал следите чтобы после центровки сильно материал не уходил в центр ногтевой пластины то есть немножечко возвращайте его на кончик чтобы у вас вот здесь вот не было потом ступенчики и бугра и так прорисовать на прорисовать на френче мы также будем белой краской чтобы ярко ярче было видно и возьмем скошенную кисть сейчас я вам покажу если допустим мы скосячили что мы можем сделать как я уже сказала самый простой вариант мы вытерли френч и перерисовали его заново а если вот одна линия нравится ну вот не хочется до его вытирать не хочется маленькая буквально капушечка которую надо подправить для этого мы можем взять обычную либо прямую кисть либо эту же скошенную но уже вытереть ее от краски протереть и этой чистой кистью формировать линию улыбки давайте я на твине сниму липкость я кстати вот по этой базе рисовала по дисперсии немножко пальцем прилипло и видно да что там отпечаток мой вот здесь рисовала по дисперсии как видите краска никуда не растеклась она осталась на месте никаких зазубринок ничего ничего никуда не поползло в твине я сейчас сниму дисперсию чтобы вы посмотрели краска точно также будет прекрасно ложится так так мы работаем скошенной кистью обязательно проверьте чтобы ваши ворсиночки на кисти были ровные никаких то порчащихся во все стороны они как вот одна лопаточка ровненько лежат если хоть какая-то ворсинка где-то у вас будет торчать естественно там будет неровный френч я думаю это логически понятно так девочки так скажите пожалуйста идет эфир или нет девчульки не прервалась связь я теперь не пойму в эфире или не в эфире напишите пожалуйста что нибудь да в эфире или да не в эфире так время идет так сейчас секунду все есть прервался да на связь прервалась и счет я возобновила и так прорисовка френча скошенной кистью как мы набираем краску смотрите не надо макать всю краску и старайтесь на делать набор краски по ворсу с него так вот против ворса а вот такими вот движениями промакивающим видите по ворсу я веду то же самое кстати и когда мы набираем краску на тоненькую кисть мы не вот такие вот движения делаем раскрывая ворс а по ворсу прокручиваем набираем краску на кисть и так буквально на кончик ворса набрали краску одной стороны и набрали краску с другой стороны то есть пропитали свой ворс чтобы он со всех сторон был в краске вот таким вот образом но видите немного у меня не висит вот такая вот капля вот такой вот капли у меня на ворсе нет это одна из самых главных ошибок когда вы набираете вот такую каплю а потом стараетесь ее на ногте разровнять ну не получится либо куда-то потечет либо ляжет каким-то неровным бугром поэтому старайтесь набирать минимум итак наш валерчик как мы работаем скошенной кистью за счет того что у нее есть скошенная сторона мы можем сразу формировать линию улыбки длинный носик у нас будет идти в точку роста скошенная часть будет формировать нашу улыбочку выкладываем мы кисть вот таким вот образом параллельно ногтевой пластине и снимаем краску движениями подтолкнули и вниз подтолкнули и вниз не ставьте пожалуйста кисть вот так вот ребром пытаясь снять краску так вы и будете только процарапывать параллельное расположение кисти я завела повернула пальчик клиента завела в точку в рост она будем предполагать что вот здесь у нас да также точки в роста на этом пальчике положила подтолкнула и сняла вниз опять положила подтолкнула и сняла тема краска не забывайте набирать краску на кисть и вот таким образом очень легко формировать френч если у клиента есть длина видите я дошла до середины ногтевой пластины развернула кисть противоположную сторону и начинаю рисовать также от точки в роста почему от точки в роста чтобы они были у меня на одном уровне точно также подтолкнула и сняла вниз набрала краску подтолкнула и сняла вниз и по центру я стараюсь чтобы мой френч соединился и вот таким образом если нужно конечно смотрите если нужно вы всегда можете доработать тонкой кистью потому что бывает такое что у клиента очень высокие боковые валики и толстая кисть вскошенная просто туда не достает а хочется в более тоненькие усики ну по крайней мере у меня такое всегда желание мне хочется более тоненькие усики поэтому я беру тонкую кисть и довожу вот эти усики в точки в роста тут ничего такого нету страшного если вдруг вы поменяете кисти нарисуйте не одной кистью френча двумя к примеру многие мастера очень буквально понимают процесс работы то есть сказали кожи скошенная кисть только скошенная все поэтому нет девочки можете брать разные кисти рисовать как вам удобно и так прорисовали мы френч но если вы присмотритесь видите это эту сторону сделать чуть толще чем эту да вот чуть шире этим перевернем палец клиента видно сейчас я еще чуть косяк ну допустим нарисовали вы френч вам все нравится все хорошо ну вот на одной стороне у вас косичок да вот сделали в эту сторону шире вот так вот конечно самое простое взяли все это дело вытерли просто перерисовали френч если же не хочется уже ничего перерисовывать либо надо сделать какую-то точечную точную доработку берете обезжириватель берете чистую кисть либо прямую либо скошенную опять же главное главное чтобы ворс был ровный чтобы ничего не топорщилась хорошенечко в обезжириватель салфеточки смочили взяли поставили пальчик клиента так как вам будет удобно прибрать ваш допустим косячок да и вот таким вот образом аккуратненько мы можем подровнять наш френч уголочком кисти видите уголочком кисти я убираю вот эту неровность опять вытерла ворс если нужно если где-то еще нужно подровнять чистым ворсом уголочком кисти подравниваете вот с гель-лаком вот такой вариант не пройдет потому что гель-лак он жидкий и он будет растекаться вот таким образом вы можете корректировать дорабатывать выводить свой френч доводить свой френч до идеала только с помощью гель-краски девочки потому что она густая и баночки гель-краски вам хватит очень и очень надолго у нее расход минимальный потому что вы делаете так мне кажется точки у роста разные сейчас я поправлю потому что вы делаете в один слой вам не нужно ничего дублировать расход минимальный а френч идеальный так на валерчика подровняем все в два движения в принципе у вас также френч готов я тоже вы сейчас просушу если вдруг после просушки допустим посушили вы френч не знаю достаете вам там что-то не нравится что-то хочется доработать что-то хочется подровнять ничего страшного вы можете взять также и после просушки и немножечко его дар доравнять этот френч так давайте примерно вам покажу здесь меня правда дисперсия немножко я влипла пальцем примеру этот френч у меня уже высох но на клиент смазал что-то мне не нравится в улыбке я хочу ее сделать лучше также набирают краску на кисточку и аккуратно пристыковываю до в том месте где мне хочется исправить какой-то мой косяк к примеру да все никаких проплешин никаких прожилок все ровно все прекрасно также подсушили топом перекрыли и френч готов понимаете то есть не нужно ничего там полностью перекрывать этот пальчик у нас с вами готов в конце обязательно перекрываем топом мы можем перекрыть как матовым топом так и глянцевым я возьму вот такой ультрашайн очень классно кстати на френч делать втирку радужную втирку либо жемчужную втирку и тогда знаете тот вариант когда клиент любит постоянно классику клиент делает все время до френч покрытие либо что такое нюдовое но как-то хочет разнообразить свой маникюр вы можете предложить сделать втирку на френч очень здорово смотрится так как я брала камуфляже с блестками то естественно мне сюда втирка ну вообще никак как бы не подходит у меня что бежевый 14 камуфляж он идет легким шиммером составе что ты вини также идут шестигранниками в составе то есть но здесь мне как бы уже некуда ничего натирать то же самое для разнообразия своего френча предлагайте клиенту поэкспериментировать этом камуфляжа если она предпочитает только розовый ну предложите ей розовый с блестяшками да какие-нибудь предложите ей перламутровый шестигранником еще еще с чем-то то есть не всегда френч это как бы одно и то же это рутина и так далее потому что очень многие клиенты сейчас по дресс-коду да по своим каким-то рабочим правилам у них должен быть нейтральный маникюр не яркий и в основном все выбирают либо ньют либо френч но и френч можно разнообразить сейчас я покрою 2 типс чтоб они у нас были оба ровненькие ультрашайн перекрываем за счет того что френч у нас нарисовано в один слой мой прошу прощения у нас нет толщины по боковым линиям и нам не нужно ничего доравнивать топом девочки то есть у нас минимальная ведь и толщина нет ступеньки если же вы рисуете более жидкими материалами такими как гель-лак то вероятно что вот здесь вот может образоваться небольшая ступенечка потому что для того чтобы френч получился насыщенный нам надо брать чуть чуть больше краски чуть больше лака да если же есть такая ступенечка старайтесь ее выровнять топом по итогу у нас была ровная поверхность при работе с гель-краской никаких ступенечек ничего у вас не будет френч будет ровненький и тоненький без я тоже покрыла два наших френча за сегодняшний эфир и так девочки повторюсь первое что важно для того чтобы ваш френч был идеальный ой хороший штатив важно для того чтобы все было идеально и так первое это материалы старайтесь рисовать краской если же все-таки рисуете гель-лаком но там уже нужна сноровочка там прям надо очень быстренько его ловить потому что гель-лаки бывают разные бывают очень жидкие действительно тяжело прорисовать френч далее вас в арсенале должно быть две кисти 1 то с тонким ворсом 1 скошенный квадрат для прорисовки более больших более длинных длинных ногтей этих кистей достаточно для того чтобы ваш френч стал идеален третий момент это практика берите и практикуйте берите клиентов берите модели сделайте акцию на френч заставьте всех ходить с френчем после того как вы от практикуете прорисовку у вас уже никаких проблем не будет и самое важное не торопитесь во время прорисовки при мне торопитесь кого френч очень сильно триггерит очень сильно вас бесит этот френч сели выдохнули вдохнули и аккуратно спокойненько рисуем и еще один такой момент девочки но я думаю так как бы все мастера знают мы при работе с аппаратом при выполнении маникюра мы всегда держим руку на упоре при прорисовке френча то же самое ваша рука должна быть на упоре чтобы она не дрожала и тогда френч будет идеален никаких волнистых линий ничего у вас там такого страшного не будет вот я всем вам желаю удачи если какие-то вопросы у вас будут возникать пожалуйста пишите я с удовольствием на них отвечу и конь и конечно же пишите следующие темы эфира то что вас волнует то что для вас действительно актуально и мы обязательно сделаем разбор именно по вашим вопросам всем пока и хорошего дня